Сегодня 27 сентября, вот мы идем на огородчик. Длинные-длинные жерди, кривые они лежали где-то, неостроганные. Сейчас я дорогой буду разъяснять наш маршрут. Пониженность надо, чтобы она не скрипала. Сейчас нужно шарика взять. Да, еще жри не взяли, зря его. Он так кричал, так просился. Голуби у меня тут. Ух, ух, ух. Ну да. Здесь на дороге остановисься, я голубя посмотрю сейчас. Какие у меня голуби красивые. Ааа, вот они наверху. Ну и там штук, наверное, 35. Вот это отверстие, куда залазят они. Леток. Владя пошел за шариком. Шарика возьмем. Вот зеленая ветла. Она сильно разве такая была, как шар. Некоторые большие от... Ну и стволы могли упасть. Ну я их за толстой, толстой проволокой и подкладывал туда покрышки, чтобы не резало дерево. Там ребятишки на них лазили всегда. Приезжаю. Нету. А куда делось? А вот она как идет, вот дорога отсюда видно. Вот маленький изгиб. Да из-за нее не видно было там еще на дороге. Спилили ее. А я вокруг нее тогда с ребятами был. Говорю, давайте сделаем здесь как дуб маврийский. Кто проезжает по Теряевке, милости просим, напишем. Она ограждена рабицей. Столбы он видать. И чтобы не заехали, стал бы там красный обил материи. И там песок. Песочная с ребятишком играть. Когда в обед доили коров. Приходили с малышами. Это туда запускали их. Они там играли. Скамейки. На столе всегда ведро холодной воды. С кружкой. Там еще так клали мы семечки и конфеты. Ну, кто проезжает, чтобы отдохнуть было. Нету. Подобие маврийского дуба называется. Я решил сейчас это рассказать. Вот он. Пошел. Ну, девчонки когда-то заспорили. Они вот рядом у Глушковых. Стали выходить в деревню без платка. По уставу не положено. И ничего нельзя сделать. Бунт прямо начался. Я тогда сказал, давайте, а дома может они ходить. Что, возьмете или что? Ну, я не знаю. Я не могу. Там, бери сам рукой. Держи его. Я говорю, давайте эту территорию дуба огородим к ним. К усадьбе к ним. Пошел к старости к батюшке. Договорился. И обгородили к ним. Пусть они играют там и без платков. Теперь это их территория. Они больше никогда не вышли. А там качели. Ну, всякие игры были. Все сразу не стали. То есть назло делалось. Она им и не нужна была. А тут выговаривают все им. Почему без платка? Привет. Вот. Аж буксует. Вот, пожалуйста, наша хаски своя. Ну, каждый из... Сарик, привет. Вот так. Это березки. Наши. Вот это первый дом, который строили саманы. Батюшка обложил его кирпичом. Называется матушкин дом. Рядом тут Иосиф строил. У него перекупили для приезжих гостей отдыхать. Вот такое дело. Вот-вот-вот дорога идет. И вдруг она поворот немножко тут делается. Этот маврийский дом спилили. Он такой красивый был. А ничего не сделаешь. Я пока в городе был. Приезжая уже нет. Пониже надо, чтобы она не скребла пол. Там, видать, комбайн. Вчера Игорь закончил урожай убирать. Все. На поле у него ничего нет. Теперь только обрабатывать. Продавать. У него много дичьменя. Много гороху. Клен. Пшеница. Вот и что ты. Путаешься под ногами шарик. Неопытный. Ты давай. А это вот тополя. Большие тополя. И многие сучки сгнили и падают. Пошли, 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 пошли. Вот здесь две ноги поднимаешь. Видите, какая здесь, а летом тут такая красота. Подожди-ка. Вот в этом тополе, кажется, сучки большие, огромные. Очень опасно. А тут грабли, которые уже выше в употреблении. А вон он свечок, вверху. И тут два таких. А в них же все, на чем держится, неизвестно. А под ними ходим, бегаем. А там центр. Вот пока я стоял, Володя вперед уходит. Мы там. Сетку Рабису, уже 27 лет она. Ее затянуло. Столбы упали. Мы заново все сейчас восстанавливаем. Третий день там находимся. Сейчас расскажу одно место еще. Вот это ж какие на выходе-то поля. А издали смотришь, как арка какая. Кто-то там пасет. Ну, утром Алексей начал пастить. Пошли. Шарик тебя взяли. Ты под ногами прямо путаешься. Нет. Еще не ученая собака. На животе ползать умеет, а так ходить нет. Корова. В городе что-то увидишь. Бочка с молоком разведенная. Вода приехала. Ну, давай, Шарик. Пошли, вперед. Каждой травинке надо помочиться. Вот вывизжал до обеда. Сейчас мы его взяли с собой. Велики с собой. Хотя и не жарко. Пошли, 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 пошли. Что вот тебе, да? Пошли. Пошли, Шарик. Сейчас я покажу тут. Вот видите, как летлы растут. Красиво. И прямо посреди ветлин была одна высокая береза. Сверху она, вот отсюда ее видать было. Я посмотрел, а там сиденье можно сделать. Такие беседки. Ну, замечательно. Береза и ветла середина. Нигде больше такого тут нету. Вот что, есть березы? Вот они в стороне, там в стороне. А именно посреди. Приезжаю. Нету. А где береза? Опять те же самые люди. Пробрались сюда и спилили ее. А почему, зачем? Ну, она выше деревьев была. Телефон здесь у нас. И телефоны глохнуты за нее. Как? Волна не проходит. Ну да. Вон на березе. Это смотри, гнездо. Вон оно гнездо где. Сходим, посмотрим? Пойдем, посмотрим. Вот, найти надо пень, где росла береза. Посмотри, какая красота. Там вот это поля, где мы сейчас шли, это березы. Вот ведь это гнездо. Вот она. Ну, гнездо еще это. Сорочинное, как правило. Ворона не будет. А может и ворона. Это вот канава. Большая канава. Глубокая. Рост человека почти. Ну, это назад лет 90 было. Копано это. Усадьбы свои огораживали люди. Прямо упиралась к Камагориху. Вот мы сейчас сюда заходим. Показать, какое место. Я думал, здесь отдых будет. Можно сетку натянуть без комаров. Ну, замечательно было бы. Прихожу, нету. Никто не спрашивает. О, какие мощные. О, ну, это в два обхвата ветлины. А где же тут-то береза была? И вот тоже. Ой, ой, ой. Какая вы. Вот это да. А вот это-то за одну у нее отросток-то был. Здесь втроем надо ее обхватывать. И шарика взял сюда. Вот здесь вот должна быть береза, где... Ну, неужели, не больше десяти лет? И пень эта береза быстро гниет. Нету. Вот она как, видишь, нависает. А то так она боком растет. Представь себе, тут беседка. Скамейки, это все загадал. Воду качают вот тут из труда на полив. Вот так-то-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нету. Вот туда лопнуло. Вот тоже наклонная рот человека. Еще нету, еще... Нету. Даже следа не осталось. Ну, я огорчен был сильно. Так берег это место. Электроволном помешало. Вот так. А они и не видели даже какая-то красота, что она посередине. А телефон направлен сюда на Корчино, соединяет. Ну, и признали, что мешает. Я считаю, все это неправильно. Такую красоту погубили. А тут деревья. А тут рядом смотришь, деревья все погрызенные. А почему? Вот на высоте на такой и погрызенные. Отгрызенные ветки. Березки стояли тоже. А кто? Бобры. Нету, Володя, там нету? Нету, да. Вот это для меня очень удивительно, что даже следа не осталось. Больше 10 лет. А тут у нас была баня скрытая, лагерная. Вот где столб стоит. Сейчас я выйду на вершинку здесь. Это вот все лог с ложбинкой. Прям с деревьев начинается после Ноево потопа. Там храм, видать. А вот здесь вот как раз мы загородили ямы, где была баня, чтобы кто не упал. Позаботились. Так, уходите с дороги. Я теперь прыгать буду. Мы тележку свою оставили. Одноконку. Вот так. А это православный детский трудовой лагерь Стан был. А теперь музей-комплекс для бедных лагерей. Иди, Шарик, иди. Идет? Вперед. Кто-то не гонит дальше. Это кто-то из ребятишек. Степа, видно. Надо пойти посмотреть. С утра Алексей в стенах пас. Сегодня-то? Да. Пошел, пошел. Каждую травинку надо помощиться. А вот мы загораживаем как раз. Вот здесь достали решетку, сетку, храбицу. Ну и все. Разболакай, как говорят. Разболакай, то есть раздевай. И оттуда пройду. Оттуда жердочки поднесу. Это Камагориха. Это садок наш. Вот сколько набросано. Садок. А там огородчик. Такое уменьшительное слово, потому что маленькое все. Для лагеря было. Вот так, все на этом. Вот так, все на этом.